Каждый день на Земле активно извергаются почти 20 вулканов. Часто извержения сопровождаются ужасными разрушениями, которые невозможно не только предотвратить, но иногда и предсказать. Почему это происходит? Какие бывают вулканы? И почему, несмотря на опасность, люди все равно продолжают селиться неподалеку от них? Ответы на эти вопросы можно получить в замечательной книге Риммы Алдониной «Вулканы ужасные и манящие». Римма Петровна Алдонина – детская писательница, поэт и архитектор. Она родилась в Москве 7 марта 1928 года. Отец работал бухгалтером, погиб во время Великой Отечественной войны. Мать была медсестрой. Детским писателем Римма Петровна стала в 1980-х годах. По словам Алдониной, на это ее подтолкнули коллеги. И поначалу она испытывала неуверенность, но благодаря поддержке от профессиональных писателей она смогла ее побороть. Произведения Риммы Петровны Алдониной созданы со знанием детской психологии, особенности восприятия информации ребенком. Они забавные и игривые, но в то же время наполненные смыслом. Автор рассказывает юному читателю о том, как устроен мир людей, и какие поступки хорошие, а какие плохие. В репертуаре писательницы присутствуют работы познавательного характера. Римма Алдонина пишет не только для детей. Ею были созданы монографии о русских художниках и архитекторах. Серия книг «История России» также предназначена для семейного прочтения. За свою писательскую карьеру Римма Петровна участвовала во многих литературных конкурсах. Наиболее яркой стала ее победа в международном конкурсе «Сказки сегодня» в Германии в 2016 году. В настоящее время на счету Риммы Петровны Алдониной около 50 книг для взрослых и детей и несколько пьес для детских театров. На ее стихи написано 20 песен, которые опубликованы в сборнике педагогических материалов «Современный детский сад». Книга «Вулканы. Ужасные и манящие», о которой пойдет речь в видеопрезентации, написана в соавторстве с Ольгой Сазоновой. Большая картина, прекрасная и страшная, предстает перед зрителями в одном из залов Русского музея в Санкт-Петербурге. На ней вспышка света озаряет группу людей, в панике спасающихся, отнесущейся на них красно-черной тучи. Кажется, что мы слышим грохот падающих сверху камней, крики и стоны бегущих, ржание испуганных лошадей. Видим ужас на лицах людей, их попытки спасти близких. Мужчина закрывает с собой жену и детей, двое сыновей несут старика отца, мать умоляет юного сына бежать, не пытаться ее спасти. Но, похоже, спасения не будет ни для кого. Так русский художник Карл Брюлов в своей картине «Последний день Помпеи» изобразил события, случившиеся в 79 году н.э. В Италии, недалеко от Неаполя, белели когда-то стены небольших городов под названиями Помпеи, Геркуланум и Стабии. Невысокие каменные дома, каждый с внутренним домиком и фонтаном, мощенные камнем улицы, широкие площади с храмами, колоннами и скульптурами. Ничто не нарушало покоя этих городов, пока внезапно не началось землетрясение и произошло извершение грозного соседа, вулкана Везувия. Уже первый час дня, а свет неверный, словно больной. Дома вокруг трясет, на открытой узкой площадке очень страшно, вот-вот они рухнут. Решено, наконец, уходить из города. За нами идет толпа людей, потерявших голову. С другой стороны черная страшная туча, которую прорывали в разных местах перебегающие огненные зигзаги. Она разверзлась широкими полыхающимися полосами, похожими на молнии, но большими. Мать просит, уговаривает, приказывает, чтоб я убежал. Для юноши это возможно. Она, отягощенная годами и болезнями, спокойно умрет, зная, что не была причиной моей смерти. Это написал свидетель события Плиний-младший, спасшийся вместе со своей матерью и ставший впоследствии известным римским историком. А его дядя Плиний-старший, ученый и писатель, в это время специально высадился с корабля на берег возле стабий, чтобы изучить извержения вблизи. Он надышал с ядовитых газов и умер. Большинство жителей Помпеи спаслись, а те, кто не смог убежать, погибли и навсегда остались в своих домах под слоем раскаленного пепла и обломков породы. Пепел сравнял города с землей, и вскоре на их месте простиралась безжизненная гладкая серая равнина. Эти города археологи начали раскапывать только через много сотен лет. Раскопки там продолжаются и сегодня. В 1989 году самолет Boeing 747, подлетавший к аэропорту на полуострове Аляска, оказался в пепловой туче вулкана Редаут. Выброс пепла произошел за полтора часа до этого. Пока самолет пытался набрать высоту, чтобы выйти из облака, частицы вулканического пепла расплавились, попав в нагретые двигатели самолета. Вспекшаяся масса отложилась на лопастях турбин. В результате все четыре двигателя заглохли, и в течение восьми минут самолет падал. Когда удалось вновь запустить два двигателя, до земли оставалось менее двух тысячи метров. На двух моторах самолет благополучно приземлился в аэропорту города Анкоридж, где из каждой турбины извлекли более 60 килограммов пепла. Стекла кабины оказались так исцарапаны, что через них почти ничего не было видно. Электрооборудование тоже пришлось менять. Но теперь подобные случаи происходят гораздо реже, поскольку за вулканами внимательно наблюдают. Во-первых, тщательно изучают их активность за последние 12 тысяч лет, чтобы знать, когда и как они извергались. Во-вторых, на склонах стоят вулканические обсерватории и устанавливают различные приборы, измеряющие силу землетрясений, состав и температуру вулканических газов, пара и воды в источниках. Веб-камеры круглосуточно передают изображения, и любой из нас может посмотреть их в сети интернет. В труднодоступных местах вулканы наблюдают со спутников и описывают размеры и направления движения туч вулканического пепла. Исследователи со всего мира обмениваются этими сведениями и предупреждают об опасности авиационные службы. В 2010 году исландский вулкан Эйофьятлайокюдль выпросил такие мощные облака пепла, что они протянулись через всю Европу вплоть до России. Тогда авиакомпании, предупрежденные об извержении, отменили 107 тысяч рейсов. Почти 10 миллионов человек вынуждены были отказаться от авиаперелетов и остаться дома. Неудобно, конечно, но все же лучше, чем попасть на самолете в облако вулканического пепла. Каждый день на нашей Земле активно извергаются почти 20 вулканов. Только в нашей стране насчитывается 165 вулканов. Большинство из них на полуострове Камчатка. С природой не поспоришь. Поэтому мы можем наблюдать за вулканами, предупреждать об извержениях, эвакуировать людей, но больше ничего сделать не способны. Потому что наша планета живая и горячая внутри. Процессы, которые происходят в ее глубине, в твердом ядре и в расплавленной магме вокруг него, очень важны для жизни Земли. Там огромное давление и высокая температура. От этого часть раскаленной магмы прорывается сквозь земную кору. И мы наблюдаем извержения лавы, выходы вулканических газов, пепла, дыма, серы, гейзеры и другие явления природы. И все это сопровождается землетрясениями. Это можно назвать дыханием планеты. Оно напоминает выпускание пара из перегретого котла, которое производят для того, чтобы котел не взорвался. Наша земная кора очень неровная по толщине. На суше она гораздо толще, а на дне океанов гораздо тоньше. Если сравнить с размерами Земли, то это довольно тонкая корочка. К тому же она разделена на огромные литосферные плиты. Эти плиты медленно плавают по горячей магме, похожей на расплавленное стекло. Они ныряют друг по другу, наползают друг на друга. И в местах таких стыков чаще всего и образуются трещины и вулканы. Вокруг Тихого океана протянулась целая цепь вулканов в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. А вдоль всего Атлантического океана, по самой его середине, с севера на юг, тянутся горы и происходит разлом дна. Трещина все время увеличивается, примерно на 2 см в год. Поэтому каждый год Северная и Южная Америка отдаляются от Европы и Африки. Вдоль разлома тоже наблюдается высокая вулканическая активность. В глубинах Мирового океана вулканов не меньше, чем на суше. О них известно довольно мало. Их извержение можно заметить с проплывающих рядом кораблей. В этих местах вода меняет цвет и состав, а на поверхности плавает пемза. Это пористое вулканическое стекло, которое образуется, когда лава быстро остывает. Многие подводные вулканы значительно выше тех, что мы видим на суше. Время от времени с научно-исследовательских судов туда погружаются ученые в батискафах или роботы, управляемые на расстоянии. Иногда для исследований ученые используют маленькие подводные лодки с манипуляторами, механическими руками, способными собирать образцы воды, грунта, живого и растительного мира. На склонах подводных вулканах даже пытаются строить обсерватории. А еще на дне океанов обнаружены такие интересные явления, как черные и белые курильщики. Обычная температура воды в глубинах океанов составляет плюс 4 градуса. Однако местами из трещин в морском дне среди мрака и холода под большим давлением вырываются струи воды, нагретой до 400 градусов и несущей растворы разных минералов. Встречаясь с холодной водой, горячая вода остывает, а минеральные вещества выпадают в осадок. Из них вокруг источников постепенно вырастают настоящие трубы, высотой до 10 метров, окутанные клубами черной воды. Это и есть черные курильщики. Черные воды богаты соединениями серы с металлами, железом, медью и никелем. Трудно себе представить более жуткое место, чем эти источники. Однако там, без света, в ядовитой очень горячей воде, прекрасно чувствуют себя особые бактерии, которые питаются серой. Этими бактериями, в свою очередь, питаются животные побольше, трубчатые черверифти, которые живут рядом. А их охотно поедают рыбы, креветки и прочее создание. Словом, жизнь кипит. Белые курильщики – это горячие источники, в которых температура воды несколько ниже. Цвет зависит от того, какие металлы растворены в воде. Белый цвет дают растворы цинка и марганца. Такие островки глубоководной жизни существуют во многих местах на дне океанов. Некоторые подводные вулканы с каждым извержением подрастают и, в конце концов, показываются над водой, становясь островами. Порой они существуют недолго, поскольку их размывают волны, а иногда остаются навсегда. И в Тихом, и в Атлантическом океане есть целые цепи таких островов. Один из них – остров Святой Елены, куда когда-то сослали французского императора Наполеона Бонапарта. А в Тихом океане из таких вулканов выросли Гавайские острова. Возможно, Везувий тоже был когда-то островом, но за много извержений выбросил столько породы, что соединился с сушей. Это самый опасный вулкан в Европе. Сейчас он притих, но все равно считается действующим. И никто не может предсказать, сильно ли он будет извергаться в следующий раз, устроит ли он взрыв, от чего фонтан лавы поднимется почти на километр в высоту, или лава вытечет спокойно. Ринутся ли вдоль склона в потоке раскаленных газов и пепла, как тогда, когда погибли Помпеи? А может, из него полетят вулканические бомбы, огромные куски раскаленной породы, весящие иногда сотни килограммов? Во время прежних извержений бывало всякое, и никто не может с уверенностью сказать, чего ждать от него в следующий раз. Везувий, просыпаясь, уже дважды разрушал подъемники, которые построили на склонах, чтобы любопытные туристы могли заглянуть в его кратер. Кратер Везувия имеет 750 метров в диаметре и 200 метров в глубину. Третий подъемник строить не стали. Теперь туристов привозят на машине на высоту 1 километр. Потом они почти 300 метров поднимаются пешком до самого края кратера. Кратер – это глубокая воронка на вершине горы, которая остается после извержения лавы и жерла вулкана и выгорания окружающей его породы. Жерло – вертикальный канал, по которому поднимается лава. Дно кратера образует поверхность остывшей лавы. Там иногда накапливается целое озеро воды от дождей или родников. В мире множество красивых озер, которые украшают кратеры заснувших вулканов. Но на Везувии озера нет. А вода по трещинам в горной породе уходит вниз. Между извержениями на дне очень широких кратеров – их называют кальдеры – часто вырастают небольшие конусы – фумаролы. Или появляются каменные купола, которые снизу выдавливает магма. Из фумарол вырываются ядовитые газы и дымы. Кругом сильно пахнет серой. Словом, картина страшноватая. В прошлом веке в Бельгии жил замечательный человек, влюбленный в вулканы – геолог и вулканолог Гарун Тазиев. За 25 лет он побывал почти на всех действующих вулканах планеты. Написал об этом книги и снял фильмы. В своей книге «Запах серы» он увлекательно рассказывает о том, как взбирался на вулканы по трещинам и бороздам на склонах, там, где даже мулы не могут пройти, как продирался через колючие джунгли, как лес по острым обломкам скал, подрев и свист вырывавшийся из жерла вулканов, как дышал ядовитыми дымами и серой. Он первым спустился в кратер вулкана Нирагонга в Африке, над которым по ночам вставал в небо загадочный столб красного цвета. Местные жители никогда не поднимались наверх. Они считали, что там обитают духи умерших предков. Когда Гарун начал спуск по отвесной стене внутрь кратера, один из его местных носильщиков попросил, «Когда увидите на тне моего отца, передайте ему, что я его очень люблю, всегда о нем думаю и чту его память». На плоском тне кратера ученый обнаружил круглый колодец и сквозь обжигающий жар заглянул в него. Глубоко внизу бурлила яркая раскаленная лава. Вот так была найдена разгадка красного столба света. Мифами и легендами окутана история и другого вулкана. Это знаменитая гора Фудзи или Фудзияма. Ее высота 3776 метров. В Японии она считается священной. Классический образ горы Фудзи, курящийся вулкан со снежной вершиной, давно уже стал известным благодаря японским художникам, которые посвятили ей множество прекрасных гравюр. Для японца Фудзи – символ чистоты и бессмертия. Каждый житель страны хотя бы раз в жизни должен зайти на эту гору, чтобы поклониться духу горы. Его изображают в виде красивой девушки с веткой цветущей глицинией на плече. Она сидит на облаке над кратером и охраняет священную гору от всех невзгод. По строению Фудзи принадлежит к стратовулканам. Это самые высокие и эффектные вулканы. Они извергают густую вязкую лаву, которая быстро затвердевает на склоне. Слои лавы и пепла строят высокий правильный конус. У нас на Камчатке есть такие великолепные конусы. Выше всех вулкан с названием Ключевская сопка. Его высота 4835 метров. Недалеко от города Петропавловск-Камчатский поднимается конус действующего вулкана Корягская сопка высотой 3456 метров. Везувий, кстати, тоже стратовулкан, но время сильно изменило его форму. Сегодня у него две вершины, а иногда во время извержений появляется и третья, но потом исчезает. Вулканы – мощная и страшная сила, которая с годами не ослабевает. Последнее сильное извержение Везувия было в 1944 году. Жители Неаполия и округи были заранее предупреждены, но 27 человек все-таки погибли. На Филиппинах, в густонаселенном острове Лусон, при извержении вулкана Пинатуба в 1991 году, несмотря на все предпринятые меры, жертв было больше. Это извержение началось в апреле. Сначала, как предупреждение, на фоне маленьких землетрясений наблюдались выбросы пара и пепла из трещин. Власти семь раз отселяли людей все дальше от вулкана. Затем на несколько недель произошло пять мощных взрывов. Столб пепла, окутанный молниями, поднялся на высоту 34 километра. Во время последнего взрыва хлынул сильный тропический ливень. Пепел в воздухе и на земле смешался в жидкую массу, которая залила все вокруг слоем грязи толщиной в несколько метров. От этого взрыва вершина Пинатуба обрушилась и стала на 300 метров ниже. Образовалась кальдера диаметром более двух километров. Разрушения были огромны. На военном аэродроме в 14 километрах от вулкана под тяжестью выпавшего пепла у самолетов отламывались крылья, ломали шасси. У домов проваливались крыши. Выпавший пепел и дожди полностью изменили географию места. Реки поменяли русла, мосты были сметены. Погибли рисовые поля, множество домашних животных и птиц. Тысячи домов оказались полностью разрушены или повреждены. Несколько месяцев над землей висел слой вредоносного тумана. Полностью избежать жертв не удалось. 847 человек погибли, в основном подрухнувшими от пепла крышами домов. И все же эвакуация населения спасла десятки тысяч жизней. Это стало возможным благодаря работе вулканологов, которые изучали вулкан и заранее предсказали извержение. Но почему же люди снова и снова селятся вблизи вулканов? Почему на Лусоне опять строят дома на опустошенном месте, а в Италии домики и сады вблизи Неаполя все выше забираются над склоны Везувия? Ответ прост. После извержений засыпанные пеплом почвы делаются очень плодородными. Они содержат готовый набор необходимых растениям удобрений. В землю хорошо проникают воздух и вода. На них прекрасно растут сады, виноградники, пшеница, оливки, рис и кофе и кокосы в жарких странах. Гавайи – тоже остров вулканов. Там постоянно образуются новые трещины и новые кратеры. Например, вулкан Килауэа извергался 35 лет подряд. Жидкая лава наделала массу разрушений, перерезала дорогу, идущую вдоль острова, завалила бухту и причал. Красные водопады лавы много раз низвергались в кипящее море. Здесь было лучшее место на земле, со слезами на глазах произнес мэр округа перед собравшимися жителями. Дом мэра был разрушен, как и дома многих островитян. Но как только осенью 2018 года закончилось извержение вулкана, жители дружно отправились осваивать новые территории. Лава, застывшая в море, прибавила острову 3,5 квадратных километра площади. Люди несли с собой проросшие кокосовые орехи и по пути высаживали их в пепел и песок. Пусть быстрее вырастут новые пальмы. Окрестности изменились до неузнаваемости. Там, где стояли дома, окруженные садами, где росли ананасы, папайя, манго, где были пруды и пляжи, лодочные станции и дома для отдыха, теперь были нагромождения застывшей лавы многометровой толщины. Было отчего плакать, но мэр призвал не отчаиваться. И уже через 2-3 месяца сквозь лаву были пробиты дороги. А на побережье появился новый пляж из черного вулканического песка, на котором уже начали отдыхать и заниматься серфингом жителей острова. Жизнь продолжается. Своим трудом и любовью люди способны возродить ее даже после самых страшных разрушений. И никакие вулканы не могут их остановить. А для тех, кто хочет узнать о вулканах еще больше, советуем почитать книги, которые можно найти также и в нашей библиотеке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok